Спасибо большое. Это огромное привилегие быть сегодня здесь. И я благодарю всех вас за поддержку нашей страны, моей страны, Израиля. Все мы пришли сюда, чтобы сказать, нам нравится Израиль. Но я хочу сказать, что я люблю Израиль. Я не политик, но меня попросили быть политически корректным, насколько я смогу быть. Я постараюсь. Я не обещаю, что буду самым лучшим политиком. Я не пришел сюда, чтобы обидеть кого-то. Я здесь, чтобы рассказать правду, так, как я видел ее. И надеюсь, что это будет путь к миру в нашем мире на какое-то время. Потому что истина рождается только в свободе. Я думаю, что людям нужна свобода, чтобы думать, задавать вопросы, критиковать и чтобы сказать что-нибудь. Если бы я не был таким человеком, то я не стоял бы здесь перед вами сегодня. Мне задали вопрос на втором канале немецкого телевидения. Является ли Хамас террористической организацией или нет? Как можно ответить на этот вопрос? Есть еще кровь тысячи невинных людей, которые свидетельствуют об атаках Хамаса. Да, Хамас является террористической организацией. Как-то мне задали вопрос поважнее, чем является ли Хамас террористической организацией или нет. Однажды в Америке меня спросили, «Какая разница между Хамасом и Хумусом?» Хамас был создан для того, чтобы разрушить Израиль. Хамас был создан, чтобы разрушать, и Хамас не умеет строить. Я могу так говорить, потому что у меня есть власть сказать это. Я рос среди лидеров Хамаса. Мой отец, шейх Хасан Юсуф, является одним из основателей организации Хамас. Моя семья расплатилась огромной ценой за Хамас. Мы страдали больше всех палестинских семей. Хамас одно время был целью моей жизни, моим проектом, моим бизнесом и бизнесом моей семьи. Я знаю о Хамасе больше, чем какой-либо участник этой группировки знает о ней. У меня было много причин ненавидеть Израиль на определенном этапе моей жизни. У меня были политические причины, личные причины, идеологические причины. Обратите внимание на то, что я говорю идеологические причины. Люди убегают от реальности, которая и есть религиозная война. Есть война между богами на Ближнем Востоке, между идеологами, между значениями, между западной цивилизацией и между варварами. Это реальность на земле. Это уже не радикальный ислам. Я жил в благоразумной мусульманской семье. И мой отец считал себя трезвым лидером. Но мы знаем, каждый раз, когда читаем Коран и видим поведение Мухаммеда, что он, к сожалению, не любил евреев. И Хамас идет по этим стопам. У мусульман и у палестинцев есть религиозная мотивация на все подобные атаки. Может быть, они просто скрывают это и хотят показаться миру политически корректными. Но я лично, как человек разумный и как автор книги, не могу лгать людям. И мне все равно, что люди подумают обо мне и как теперь на меня будут смотреть. Мы должны смело обратить внимание на реальность, пока еще не поздно. Действительно ли арабы ненавидят Израиль политическим причинам? Или это все только идеологические причины? Является ли политической борьбой? Или это борьба национальная? Когда я вижу и слышу новости СМИ здесь, на Западе, я начинаю забывать, откуда я пришел. Я знаю язык, я знаю людей, я знаю их мышление, я знаю всю культуру смерти. И я начинаю верить этой лжи в то, что это второстепенная проблема. Я здесь сегодня, чтобы сказать вам, что идеологические подсчеты в борьбе на Ближнем Востоке это самое важное. И мы, как свободные люди, должны принять это во внимание. Это мое обращение, и это моя ответственность. Я думаю, мне не хватит времени рассказать всю мою историю о том, как эта перемена произошла в моей жизни. У меня есть много мотивов, которые дали мне возможность и честь работать как агент израильской разведки в течение десяти лет. Служить Израилю и служить людям в Израиле. Никто не знал о моем существовании. Я был сверхсекретным агентом. Мало кто знал обо мне, даже в израильской разведке. Как я перешел из Хамаса на сторону Израиля. Это длинная история, и у нас нет времени, чтобы рассказать все за несколько минут. Все детали записаны в книге «Сын Хамаса». Но то, что я могу сказать, что самой важной из всех мотиваций моей службы Израилю является глубокое признание Божьей любви к своим детям через Ишуа-Мессию. Я не пришел сюда проповедовать. Я не святой, я грешник, я не проповедник. Но это истина. Я знаю самое важное побуждение из глубины моего сердца, которое я имел. Это люби врагов своих. Я принял этот вызов. И по этой причине я стою сегодня пред всеми вами с полной уверенностью. «Да, от меня отказались. Да, моя страна хочет убить меня и называют меня предателем. Но я стою пред вами с полной уверенностью, чтобы сказать «Да, я люблю Израиль». Политики, международные сообщества, правительства все за то, чтобы дать право на сотворение Палестины, чтобы у них была своя страна. Я думаю, это плохая идея. И я думаю, что палестинцы заплатят огромной ценой за это. Более 60 лет палестинцы пытаются уничтожить Израиль. Не для того, чтобы иметь свою страну. И сейчас это уже очень поздно. Но они пытаются вместить туда Палестину. это как вместить слона в игольные уши. Здесь очень мало земли. Это маленькая страна. 27 тысяч квадратных километров. Это ничто. И нету там места для двух стран. Я не против, чтобы у палестинцев была своя страна и своя власть. Но нам надо думать о безопасности Израиля. Нам надо принять это во внимание. Все мы видели, что произошло в Газии. И мы не хотим повторять прошлые ошибки. ошибки. Потому что не только Израиль будет страдать, но и палестинцы также будут страдать. Я не говорю о политических лидерах Палестины. Я говорю о детях Палестины, которым уже надоели все эгоистические желания их лидеров. Я надеюсь, что ни один из моих палестинских детей не пройдет тот путь, который мне пришлось пройти. И как уже я говорил, я работал израильской охране и в то же время любил свой народ. Нашей целью было не только сохранить безопасность Израиля, но наша каждодневная миссия заключалась в сохранении как можно больше жизни людей. Арабов, палестинцев, израильтян, американцев и всех людей. Это было нашей обязанностью. И это правда, которую я познал на протяжении многих лет. Это наша ответственность. Когда арабы и их пропаганда и палестинцы пытаются рассказать всем, что Израиль жаждет кровь Палестины – это ложь. Это просто ради политических достижений. Я свидетель, я был свидетелем, я знаю, что Израиль не является проблемой на Ближнем Востоке. Израиль – это ответ на ближневосточную проблему. Я хотел бы, чтобы мой народ увидел и учился опыту у Израиля. После всех бедствий, которые этот удивительный народ пережил, их намерением не было отомстить. После Холокоста их желанием было выжить и выбрать жизнь вместо смерти. Но, к сожалению, мой народ не научился этому удивительному опыту. И они делают все наоборот. Они выбирают смерть вместо жизни. Вот почему я говорю, что проблема не в Израиле. Израиль – это ответ на проблему. Я буду с вами откровенным. Этот конфликт на Ближнем Востоке сегодня, после того, как я нахожусь долгое время на Западе, много читаю и изучаю о фундаменте западной цивилизации и философов. Я могу сказать вам, что если Израиль упадет, то западная цивилизация тоже не устоит. Это наша задача сохранить и защитить Израиль не для политического достижения. Когда я это делал и когда я это делаю сегодня, я это делаю для себя, я это делаю для будущего поколения и для мира в нашем мире. Спасибо всем за то, что вы пришли сюда сегодня. И всем Божьих благословений.